Александр Сергеевич Пушкин. Рассудок и любовь. Как примирить разум с чувствами и что делать в случае невзаимности? Такие вопросы впервые возникают в подростковом возрасте. Ученики детской школы искусств имени Верстовского читают стихи Пушкина, чтобы разобраться в этих непростых проблемах. Беги, беги, рассудок я твердил. А блуд и рот, останься, говорил. Когда я прочитал, я понял, что здесь прямо про меня. Как бы здесь дублируется мое поведение в обществе. Все-таки не надо поддаваться своим чувствам, а все-таки иметь в голове разум, который все-таки должен больше того преобладать. Это стихотворение 15-летний Роман Зичковский представил на Всероссийском конкурсе видеороликов «Читаем Александра Сергеевича Пушкина». Жюри и зрители старания молодого человека оценили. Занял второе место. Мы вообще во многих конкурсах поучаствовали за время самоизоляции, потому что очень много было сделано контента, очень много всего ребята наснимали сами, и очень хотелось это все как-то, чтобы мир увидел, грубо говоря. А этот конкурс Рома нашел, позвонил мне, сказал, Елена Леонидовна, есть такой конкурс «Пушкин». Я говорю, ой, а у нас же есть «Пушкин» в репертуаре. Сказано, сделано. Ученики школы начали активно снимать ролики. Рассказывают, перепробовали все возможные локации, да и дублей было предостаточно. Вот, например, другой призер конкурса Алексей Родников репетирует стихотворение. И тоже о любви. Окружена поклонников толпой, зачем для всех казаться хочешь милой? И всех дарить надежду пустой твой чудный взор, то нежный, то унылый. То есть, это такое стихотворение обвинения, то есть, и вот как раз обвинение, ну, это мне очень знакомо. То есть, когда нет взаимных чувств, это было, и поэтому это очень удобно читать. То есть, если у тебя это было, то прям 50% уже сделано, можно сказать. Начало лета для такого конкурса выбрали не случайно. Ведь недавно, 6 июня, на свет появился знаменитый русский поэт. Дата – повод не только вспомнить о творческом наследии, но и дать себе ответ на важные вопросы. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, Новости Химки ТВ.